Запретный плод сладок. Список запрещенных книг. Из цикла «Обзор книг». От печально известных речей Гитлера до поразительно актуальных высказываний Джорджа Руэлла и приключений Тома Сойера, любимых как детьми, так и взрослыми, сегодня трудно поверить, что все эти публикации имели нечто общее. Что конкретно? Каждая из них встретила резкую критику, что в итоге привело к их включению в список запрещенных книг. Чтение определенных публикаций может быть запрещено на разных уровнях и с разными результатами. Какие книги были запрещены в России и во всем мире? Читайте дальше, сегодня, в век всеобщей свободы слова и потока идей информации, кажется, что списки запрещенных книг уже не актуальны. Но практика показывает, что это не обязательно. Даже самые открытые и толерантные страны могут блокировать или ограничивать доступ к определенным публикациям, хотя бы ради поддержания общепризнанного порядка вещей и противодействия радикализации общества. Обычно, чем более деспотичным и авторитарным является правительство, тем более обширным является его цензурный аппарат. Создаются даже специальные подразделения, официально действующие в структуре государства, единственной задачей которых является поимка авторов, пишущих неудобные, критические, деморализующие и, по мнению правительства, иконоборческие вещи. По каким причинам то или иное издание может попасть в список запрещенных книг? Их существует огромное множество, но некоторые упоминаются чаще всего. Первая группа – это книги, запрещенные по политическим причинам, нежелательные с точки зрения властей, подозрительные и вызывающие у читателей желание бунтовать. Джорджио Ройл, 1984 Футуристический и антиутопический роман Джорджио Ройлла представляет пугающее видение мира, охваченного тоталитаризмом, вездесущая слежка и пропаганда, подчинение жизни единственной и справедливой партии, разрушение семейных и дружеских связей, серое существование в тени непрекращающейся опасности. Что книгу не полюбили там, где подобные методы контроля общества применялись на практике, но не только. Она была запрещена как в СССР, по понятным причинам, так и в некоторых регионах США, за прокоммунистический подтекст. Джорджио Ройл, Ферма животных Еще одна книга этого писателя в таком списке, и пусть вас не обманывает заголовок, и нечеловеческие герои, это произведение очень похоже на реальный мир. Приключения мятежных сельскохозяйственных животных, представленные в романе, безжалостно разоблачают механизмы власти. Видят в них отсылки к реальным событиям и историческим личностям. Недаром он был запрещен в СССР. Библия В странах, где велась борьба со всеми формами христианства, Библия стала мишенью для властей. Там, где было желание заменить религию и веру агрессивно навязываемым атеизмом, она попала в список запрещенных книг. Так было, например, в Третьем Рейхе. Гёте, страдания юного вертора Лучшее произведение немецкого предромантизма, описывающее несчастную любовь героя, которая приводит его к трагическому самоубийству. Историю Гёте облег в форму эпистолярного романа. Он был особенно популярен среди молодежи, и считается, что он мог способствовать росту числа самоубийств в данной возрастной группе. Кизи, пролетая над гнездом кукушки Книга Кена Кизи, описывающая удивительные последствия появления пациента по имени МакМёрфи в психиатрической больнице, управляемой железной рукой сестры Рэтчет. Этот человек, очевидно симулирующий психиатрические проблемы, чтобы избежать отбывания срока, пробуждает в своих товарищах потребность в бунте, самостоятельности и независимости, что заканчивается трагически. «Была запрещена в США из-за её анархического подтекста, жестокости, прославления незаконных действий и предполагаемого негативного влияния на молодёжь». Харпер Ли «Убить пересмешника» Роман Ли, действие которого происходит на американском юге во времена Великой депрессии, остро затрагивает проблемы расовых предрассудков, обидных стереотипов и шаткой человеческой морали. Глазами девочки мы наблюдаем за событиями, разворачивающимися вокруг суда над чернокожим мужчиной, обвинённым в нападении на белую женщину. Книга была запрещена в Соединённых Штатах. Издания нарушают моральные нормы настолько вызывающим, наглым и вопиющим образом, что регулярно попадают в список запрещенных книг. Чаще всего это табу, связанное с сексуальностью, вульгарностью, семейными узами или супружеской изменой. Джойс Улест С одной стороны, шедевр мировой литературы, укрутивший технику потока сознания и целый ряд экспериментальных литературных обработок. С другой, скандальное произведение, насыщенное эротическим подтекстом и, по мнению некоторых, крайне аморальное. Джойса была запрещена в Великобритании, Австралии и США. Набоков, Лолита Признанный, но рискованный роман Владимира Набокова, первоначально опубликованный под псевдонимом из-за опасений за репутацию автора. В ней рассказывается история зрелого мужчины, который, движимый вожделением к девушке и, желая сблизиться с ней, женится на ее матери. Его одержимость юной пачерицы приводит к многочисленным трагедиям, что книга с самого начала вызывала споры и была запрещена, в частности, во Франции и Великобритании по обвинению в пропаганде педофилии. Миллер, Тропик Рака Вместе с главным героем непристойного романа Миллера отправляемся в путешествие по артистическому Парижу, наполненному алкоголем и рискованными эротическими приключениями. Книгу обвиняли в вульгарности и повторении слишком смелых сцен, настолько, что она была запрещена во Франции и США. Все попытки отнять ее у читателей способствовали только росту спроса. Сегодня ее часто считают одним из самых значительных романов XX века. Последняя группа «плохих» книг – не для верующих. Какие книги были запрещены католической церковью, кроме Библии, Джей? Роулинг. Серия «Гарри Поттер» Конечно, серия о приключениях юного волшебника и его друзей, изданная в наше время, не входит в традиционный список изданий, запрещенных католической церковью, но ее представители часто утверждают, что это неподходящая книга для подростков и детей младшего возраста. Прочего, она обвиняется в прославлении магии, оккультизма и чар, а также в излишней жестокости. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания «Жаш Клаб» и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта. Продолжение следует...